Приветствую вас, Ольга. Вы говорите о том, что вы боитесь потерять мужа. Я полагаю, что страх потери мужа связан с вашим избеганием чего-то себе самой. Ну, например, если я потеряю мужа, говорите вы, то буду никому не нужна. Допустим, это как вариант. Или другой вариант, если я потеряю мужа, я останусь одна. Или другой вариант, если я потеряю мужа, то мне не будет доступна любовь. Или другой вариант, если я потеряю мужа, то мне будет некомфортно жить. И таких вариантов на самом деле очень много. Наша задача с вами, как мне кажется, заключается в том, чтобы помочь вам увидеть, что, собственно, происходит там, как, собственно, появляется страх потери, откуда эта собственническая позиция к вашему, ведь это натурально, собственническая позиция, потому что, по сути, вы говорите, что ты не можешь уйти, ты моя собственность. И здесь совершенно верно вы поднимаете вопрос про самооценку. То есть вы совершенно верно здесь говорите о том, что самооценка у вас не очень хорошая. Потому что позиционируя своего мужа как собственность, вы так на него переносите свое отношение к себе. То есть так вы относитесь к себе, на мой взгляд. И, как мне кажется, очень важный этот момент, что вы себе обесцениваете. Предполагаете свою ценность только при наличии каких-то условий. То есть если вот какие-то условия будут соблюдены, то я буду ценным. например, я там чего-то потеряю, чего-то лишусь, например, то я сразу перестану быть ценным. Почему так происходит? Потому что вы игнорируете себя самому. Вы игнорируете то, что делает вас собой. То, что делает вас в какой-то степени уникальным. И это очень важный момент. Игнорируя себя, игнорируя свою энергию, игнорируя, ну вот. В целом, то, что вам важно на самом деле, а не, ну, срогат. Вот. Почему срогат? Потому что, когда вы говорите, что мне важно, ну, что вы, когда вы говорите, что я боюсь потерять мужа, вы говорите, что боитесь какого-то состояния, боитесь в нём оказаться. Потому что вам, ну, на самом деле, страшно в этом состоянии быть. Это правда. Но только потому, что вы в нём, вероятно, и не было никогда. Вы его избегаете от этого состояния. Как раз таки. Вот. И, как мне кажется, одной из главных задач является ваша встреча с этим состоянием. И внимательное, внимательное исследование его, этого состояния. Ну, вашего состояния, да? Вот. Чтобы, ну, можно было посмотреть на то, как вот вы себя чувствуете. Вот. Чтобы можно было посмотреть на ваши, на ваши переживания, понимаете? Какая штука. Вот. Примерно. Так, я думаю, можно вам ответить. Что касается самооценки, то это, по сути, такой, знаете, спериотип. Сложно, как мне кажется, повысить самооценку, когда, к примеру, есть какой-то, ну, какой-то образ этой самооценки, какая-то концепция. Вот. Сложно. Поэтому самооценка, в первую очередь, это умение быть собой. И, своего рода, получение обратной связи от того, какая выглядит сама по себе. Вот. Понимаете? Вот. Вот. То есть, здесь один из таких вот достаточно ключевых моментов в том, что сама-то по себе я ничего не знаю. из себя. Вот. С мужем, да. С мужем представляю. Но без мужа нет. Понимаете? То есть, самооценка – это поиск, своего рода поиск себя. Это поиск не в том смысле себя, что вот, ну, как сказать, что вот искать себя, знаете, там, днём и ночью, например. Нет. Это поиск себя, связанный именно с изучением, изучением своих реакций, своего восприятия реальности в той или иной степени. И вот это, мне кажется, очень важно. Очень важно, чтобы вы сами на это обратили своё внимание. Да? А кто же я без, там, мужа, без, там, людей вокруг? Кто я? Какая я? Что я чувствую? Что я хочу? Что мне нравится? Вот. Понимаете? Вполне вероятно, что вы уже достаточно сильно привыкли таксить. Вот. Привыкли таксить настолько, что может быть уже и не знаете, какая вы. И вот психолог как раз таки и поможет вам посмешать себя. И поддерживать в тех моментах, где вы будете сомневаться в себе, например. Вот. Такие вот аспекты. Такие моменты здесь. Я бы сказал, по крайней мере. На что бы я обратил ваше внимание. Вот. Пока это всё, я думаю. Для такого многогранного вопроса, как мне кажется, вы дали достаточно мало информации, на мой взгляд. Вот. Вы предоставили достаточно мало информации. Вот. Потому что проблема, очевидно, появилась не вчера. Да? Вот. Вот. Проблема, очевидно, имеет такой системный характер, я бы сказал. Вот. И почему-то вы считаете, что есть такой универсальный способ, ну, помочь вам. То есть вот, какой-то способ, который уже готовый. Вот. Вот. Ну, нет. Такого способа нет. Поэтому, видите ли вы или нет, но даже здесь вы себя вот в какой-то степени обесцениваете. Вот. Вот. Потому что предполагаете, что есть уникальный способ уже готовый, но есть только ваш, ваш собственный способ есть. Он есть, да. Других способов нет. Вот. Вот. Поэтому, я не думаю, честно говоря, да, я не думаю, честно говоря, что то, как вы спрашиваете, это свидетельствует о том, что вы замечаете, как себя обесценивать. То есть ваша условно низкая самооценка проявляется даже вот в этом. В том, что, ну вот, в том, что вы так вот к себе относитесь. Понимаете? Вот. Я бы сказал, наверное, таким образом. И на ваш вопрос ответил бы примерно так. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного решения ваших ситуаций. Спасибо тебе за просмотр! Продолжение следует...